Итоги недели подведем сегодня вместе в студии Татьяна Голубева. Здравствуйте. В Алтайском крае очередной период аномальной жары. На градуснике 35 и это в тени. После выходных температура немного пойдет на спад. А пока спасатели рекомендуют купаться только в проверенных местах, следить за своими детьми. Ведь по данным на 25 июля в крае утонул 21 человек, среди них четверо детей. В Алтайском крае, как и по всей Сибири, еженедельно дорожает бензин. Как отмечают эксперты отрасли, стоимость топлива, в том числе дизеля, по всей стране начала прибавлять с начала лета. А на днях цена бензина 95 марки и вовсе обновила рекорд 24 года. Насколько это бьет по карманам алтайских автомобилистов? Почему в принципе растут цены на бензин и стоит ли ждать их стабилизации? Выясняла Елена Макаренко. Заправлялся 50-30 на той неделе. То бишь не прошло еще недели, 10 копеек есть. По 10 копеек в плюс каждую неделю за месяц 25 копеек. А если сравнивать с началом лета, говорят автомобилисты, то цена за литр бензина выросла на АЗС в среднем на рубль. И это 92 марка. Топливо 95 прибавило в цене еще больше, подсчитали водители. Очень дорого, особенно когда часто ездишь. Ценники постоянно растут. Нам кажется, нормальные адекватные цены на бензин. 2-3 рубля – это нормально. Нас все устраивает. Меня не устраивает, что он растет. А кому приятно? Зарплаты бы так росли, как цены на бензин растут. Я не часто езжу, но замечаю, что надолго не хватает бензину. На 500 рублей заправишься, уже ни о чем это. Отвратительно. В такой-то экономической ситуации идет практически война, у нас бензин растет. Можно я промолчу? Без матерков. Многие автомобилисты отмечают, что и диз топлива, и бензин разных марок растут в цене каждый теплый сезон. Вот уже много лет подряд. Но в этом году темпы роста особенно заметны. Дизель в Новосибирске уже 70 рублей 25 копеек. Вот, Новосибирск. Динамику розничных цен на бензин во многом объясняют биржевые. Так, в минувшую пятницу, сообщают федеральные СМИ, оптовая стоимость 95-го поставила рекорд сентября прошлого года и достигла 74 с лишним тысяч рублей за тонну или больше 56 рублей за литр. А вот как вам кажется, такой самый значительный рост, в какое время года происходит? А вот час. Летом? Да. А почему? Ну, потому что туристический сезон идет. Туристический сезон идет. Поток машин большой, цена пошла. Ну и дефицит, наверное, бензина. Пока водители предполагают причины удорожания черного золота, эксперты разъясняют. Тотального дефицита топлива на рынке точно нет. Но 95-го бензина действительно сейчас не хватает. Причина – изменение структуры потребления топлива. Все больше водителей делает выбор в пользу 95-й марки бензина, уходя от 92-й. Но вот объемы производства высокооктанового топлива не могут сегодня закрыть повышенный спрос. Если взять 5 лет назад, то 95-го бензина на АЗС продавалось, я говорю, о Сибири, не только Алтайский край. Это было там 30-32% 95-го бензина, остальное это был 92-й. То за 5 лет порядка 45% новых автомобилей, которые сейчас производятся, продаются у нас в регионе, это как раз потребление 95-го бензина. На сложность с 95-м бензином накануне обратили внимание топливные ассоциации. Они направили письма вице-премьеру страны с просьбой увеличить производство высокооктановых марок бензина и установить нормы для их оптовых продаж. Мне кажется, 92-й сейчас – это ни о чем, а вот 95-й, как раньше, 92-й. Стабилизировать в целом цены на топливном рынке, считают эксперты, помог бы запрет на экспорт бензина. Если с 1 августа мы увидим запрет на экспорт по бензинам и дизельному топливу, я думаю, что ситуация по цене на бирже должна стабилизироваться и не расти. То, что мы увидим какое-то резкое снижение оптовых цен, я в это не верю. Рост акцизов, налогов, тарифов, естественных монополий и еще целый ряд экономических факторов, подчеркивают специалисты, не позволят бензину подешеветь. Рост цен на топливо сейчас важно удержать ниже уровня инфляции. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком. На Алтае набирает обороты агротуризм. Втягиваются в процесс даже владельцы небольших и совсем маленьких ферм. Связь с природой, экологически чистая еда и контакт с животными. Именно таким видит аграрный туризм хозяйка фермы в Первомайском районе. Ради туристов ей даже пришлось немного перестроить свою повседневную жизнь. Каковы перспективы развития агротуризма и кого так сильно влечет сельская местность, выясняли наши корреспонденты. Курочек немного, курочек всего, ну, наверное, штук 50. Они у нас содержатся на вольном выгуле. Вон они все столпились. Вольный выгул – это вот все. Они копают червячков, роют, мух ловят. Яйца кур, которые содержатся на свободном выгуле, Антонина Гордиенко, хозяйка небольшой фермы, называет экологически чистыми. Все говорят, домашнее яйцо, домашнее яйцо. Но когда оно содержится в клетке и потребляет пшеничку, которая, извините, из полей потравлена, это уже совсем другое. Люди начинают с пониманием относиться уже к экоеда. Что такое экоеда? Яйца, козье молоко, сыры. Женщина уже 20 лет проживает на даче и занимается фермерством. Мы уже снимали сюжет об этом 4 года назад. И рада, и рада, и рада, и рада, и рада, и рада. Вот она, юча, 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 юча. Во время кормежки, во время дойки, называешь ими, они быстро привыкают. 4 года назад было 40 коз и ослица. Осенью прошлого года порядка 60. Однако в этом году женщина решила сократить стадо до 17 голов и немного поменять вид деятельности, сделав упорно агротуризм. Агротуризм нужно совмещать природу в единое с житием. Притягиваем людей, которые приезжают с детьми в основном, знакомятся на контакте с животными. Животные очень социальные, подходят, подпускают к общению хорошо. Смотрю на них, дети дикие. На все шугаются. Курочка – это у нее гусь, гусь – это у нее курочка. Чаще всего приезжают гости из Барнаула и ближайших районов. Плюс рядом санаторий, а там география обширная, говорит хозяйка фермы. От Санкт-Петербурга до Владивостока. Развивать агротуризм женщина планирует по-своему. И делать это нестандартно и особенно. У нас чем проще, тем круче получается. Вот у нас приезжала ко мне француженка, я торт сделала, пироги, стол накрыла. Она приходит, говорит, господи, мне ничего не надо, ничего не надо. Дайте мне плед, и я пойду под березкой полежу. В планах расширяться и дать возможность людям погрузиться в сельскую атмосферу еще глубже. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Жители края напуганы возможностью заразиться лихорадкой западного Нила. Это заболевание переносит комары. Если раньше казалось, что эта болезнь уже точно не грозит сибирским регионам, то сейчас у эпидемиологов уже есть некоторые сомнения из-за изменений в климате. Подробнее расскажем в сюжете. Личинки, которые прогрызают кожу. Все эти делятся кадрами пациентов, которые пострадали от циркариоза. Заболевания можно встретить в разных регионах страны, в том числе и в Алтайском крае. А заразиться проще простого. Всего лишь искупавший в стоячем водоеме. И уже через два часа наступает так называемый зуд купальщика. Вообще жизненный цикл возбудителя достаточно сложный. Он предполагает прохождение и через основного хозяина, через птицу водоплавающую, и через промежуточного хозяина моллюска. То есть все должно в природе сойтись. Возбудитель в форме личинки проникает в кожные покровы, но по сути вгрызается в верхнюю часть кожных покровов и вызывает локальное раздражение. Потом, конечно же, он погибает, и процессы распада его как такового живого тоже добавляют неприятные ощущения. Самочувствие пациента быстро нормализуется, и сама болезнь не несет какой-то угрозы. В отличие от лихорадки западного Нила, который тоже пугает жителей страны. Она передается через укус комара. В России об этой лихорадке знали еще в 60-х годах прошлого века. Фиксируют случаи заражения и сегодня, особенно в теплых регионах. Лихорадка западного Нила, вероятность ее заноса в нашей территории существует именно с перелетными птицами. Поэтому и считается, что наиболее эпидемически напряженными являются именно водоемы, где делают остановку перелетные птицы. Роспотребнадзор пока не фиксирует лихорадку западного Нила в Алтайском крае. Но мониторинг ведется. Врачи считают, что есть риск того, что у нас в Сибири тоже сформируется свой эпидемический очаг из-за изменений климата. И эксперты считают, что сегодня ситуация достаточно тревожная. Многие вирусы уже не экзотика. Так, до Сочи дошла лихорадка Денгей, которой можно было заразиться, например, в Таиланде. А пока вся эта зараза еще не дошла до наших широт, уже сегодня стоит опасаться того же дирофилериоза, который переносят комары. В край зарегистрированы единичные случаи. После присасывания комара под кожей формируется половозрелая особь гельминта. Ну, по-простому червяка длиной 30-40 сантиметров. Внешне выглядит он как толстая рыболовецкая леска. И вот такое образование может под кожей у человека сформироваться. И это образование способно даже к передвижению, что порой вводит в ужас и панику того, у кого это происходит. Но страшного ничего нет. Врачи знают, что с этим делать. Единственное, болезнь несет большую угрозу для собак. В отличие от человека, они могут даже умереть. Ирина Корчагина, Дмитрий Денисов. День с толком. В Госдубе предложили запретить дворникам шуметь по утрам. А именно громко убирать снег, косить траву и вывозить мусор. По мнению депутатов, шум может стать причиной появления физиологических и психологических болезней. У жителей многоэтажек и подобные работы нужно вести с 8 утра и до 10 вечера. Что об этом думают барнаульцы, представители управляющих компаний и сами дворники, выясняла Юлия Щепина. Светлана Мисалова работает дворником уже 14 лет. Под ее шефством находятся 9 многоэтажных домов. Работы, как скажем, у дворника всегда много. В любое время года. Ну, в летнее время, что у нас сейчас. У нас трава, у нас поросли. У нас прометать асфальт. Зимой сложнее. Ну, это снег, соответственно. Это вот налить, убираюсь на выходах. Однако депутаты от партии «Новые люди» считают, что дворникам нужно запретить шуметь утром. А именно с 10 часов вечера до 8 утра. Речь идет об уборке снега, покосе травы и вывозе мусора. Такой законопроект инициаторы 16 июля внесли в Госдуму. Объясняя это тем, что граждане испытывают стресс из-за недосыпа. Мне, честно говоря, не мешают дворники. То есть думаете, что это как бы бессмысленно? Я думаю, бессмысленно. Я вообще считаю, что дворники очень даже необходимые. И убирать их не имеет вообще никакого смысла. Я думаю, зря. Они же выполняют свою работу. Как они будут это делать бесшумно? А время это как раз рано утром, пока еще все спят. Я думаю, что это неверное решение. Как относитесь к этой инициативе? Положительно. Почему? Ну, потому что в это время люди спят. Они могут выполнять ее с 8 до 9 утра. Мне кажется, это тоже вполне приемлемо. Дворник тоже человек, он тоже должен выспаться до 8 утра, а потом уже идти на работу. Облагораживать, соответственно, окружающее пространство. Высыпаться дворникам вряд ли приходится. По словам представителя управляющей компании, у всех дворников разный график. Некоторые могут приступить к работе и в 5 утра. Да и количество закрепленных домов тоже разнится. Но в среднем это 5-6 многоэтажек. Ну, летний период вопросов нет. Не принципиально. Зимой, когда снегопады идут, но если дворник будет приходить с 9 к 10 утра, то как люди будут выбираться из подъезда? То есть, спорный вопрос. Если бы мы жили бы в Сачах, но вопросов нет. Вот, допустим, покос травы, опять же. Косить траву триммером, ну, во-первых, это как бы не так просто, как кажется многим жителям. Один человек косит. Ну, максимум два косит. Ну, он покосит, ну, три двора. Средних. А больших вообще может быть один. По мнению Михаила Гиндина, этот закон вряд ли будет работать в нашем регионе. Ну, люди должны входить в положение. Мы же все-таки, кто-то приходит, выполняет работу. Ну, именно для кого? Именно для жильцов. Чтобы им было красиво, удобно. Люди у нас же все разные. Кому-то нужно вот это, кому-то еще что-то. Всем не угодишь. В целом, зарплата у дворника не так велика, да и профессия не слишком привлекает людей. Поэтому на сегодняшний день, по словам экспертов, эта сфера испытывает катастрофический кадровый голод. Так что, если ввести запрет на утреннюю работу дворников, желающих заниматься уборкой, станет еще меньше. Юлия Щепина, Андрей Печоркин. День с толком. Пожалуй, главное событие недели – традиционные шукшинские дни на Алтае. В эти выходные они завершатся на пикете, в сростках. Ну а гостей шукшинского кинофестиваля 23 июля барнаульцы встречали аплодисментами и цветами. По красной дорожке прошли актрисы Наталья Бондарчук и Ирина Алферова, а также другие известные гости. Торжественное открытие кинофестиваля по традиции прошло в драматическом театре, который носит имя Василия Шукшина. Вспомним это торжественное событие. Марина Курчевская. Советская и российская художница. По красной дорожке к театру драмы выходят гости и участники Шукшинского кинофестиваля. Кинематографисты, режиссеры, сценаристы, актеры, деятели культуры и искусств. Из самых ярких персонажей алтайский Леонардо Ди Каприо, Александр Ясень, сыгравший голливудского актера в фильме «Лео. У нас сибирские обстоятельства». Приехали и такие звезды, как заслуженная артистка РСФСР Наталья Бондарчук и народная артистка России Ирина Алферова. Она уже в первые секунды своего выхода была на расхват у желающих получить автограф. У вас было желание попросить автограф у кого-то из звезд? Ну, было, но, на мой взгляд, как-то не сильно культурно лезть в общую толпу и спрашивать автограф или чекар. В принципе, достаточно ауры вот этой вот торжественности фестиваля. Очень приятно это видеть, что люди крайне рады, потому что шукшинские дни на Алтае есть. Особенности, я думаю, что действительно эта выставка, посвященная ему сфильму шукшину, она находится на втором этаже в театре драмы. Это, конечно же, гости. Это программа очень большая и короткого метра, и полного метра. Это просто великолепие. То есть всем рекомендую прийти, посмотреть кино. Честно, я хочу посмотреть все, потому что из короткого метра, например, выбрано 15 краткометражных фильмов, и я каждый хотела бы посмотреть. Очень надеюсь найти их в сети. Торжественная церемония открытия продолжилась уже в зале театра. Народные песни и хороводы, то без чего у фестиваля имени творца деревенских чудиков не было бы своего особого колорита. На сцене творческие номера представил ансамбль песней и танца «Алтай». История о грешном человече, которому ничего на свете не надо, ни злата, ни серебра, запомнилась всем. Все его произведения как будто о нас, о нашей жизни. Поэтому я думаю, что ни одного жителя Алтайского края не будет, который был бы к нему равнодушен. Творчество Шукшина делает людей чище, лучше. Поэтому, наверное, вот мы сюда ездим каждый год. Так вот получилось. Василий Макарович прожил 45 лет. И 50 лет ему уже нет с нами. С каждым годом как будто все сложнее и сложнее что-то сказать новое или открыть для себя новое, или почувствовать. Но год от года нам это удается. Фестиваль документального кино «Нравственность есть правда» для кинематографистов возможность не только показать свои работы, но и вдохновиться постановками коллег. Все фильмы, участвующие в программе кинофестиваля, и это не только документальные, можно будет посмотреть в барнаульских кинотеатрах «Гелакси», «Мир» и «Премьера». Показы пройдут и в Бийске. Дарья Ярушина, Дмитрий Денисов. День с толком. Зрители едва сдерживали слезы, но равнодушных не было. Фильм шокировал. В рамках Шукшинского кинофестиваля в Барнауле прошел показ первого эпизода трилогии «У края бездны. Битва за Мариуполь глазами очевидца». Фильм снимали в марте-апреле 22-го года. Один из авторов фильма Максим Фадеев почти 40 дней был рядом с бойцами штурмового батальона «Сомали». В фильме много жестокости, съемок реальных боевых действий. Дали интервью с режиссером документального кино и оператором фронтовой хроники Максимом Фадеевым. Зачем снимали эту документалку? Нужно ли снимать и показывать такие фильмы жителям страны? И почему сейчас такие съемки практически невозможны в нашем интервью? «Послание фильма «Помни войну». Потому что считаю это очень важно на самом деле. Понимать, что такое война, что такое современная война, с чем мы столкнулись, как получилось так, что брат пошел на брата. То есть вот попытка. Ну и самое главное, чтобы осталась в истории память о донецких пацанах, которые отдали свои жизни за свою родину. И тот ад, через который они прошли, чтобы люди могли это увидеть и хотя бы немножко понять, что такое война и самое главное, насколько быстро она может прийти в любое место на земле. Сейчас гораздо страшнее снимать, гораздо хуже условия, так скажем. Практически невозможно то, что я там снял, сейчас снять. Ну и сейчас война... Ну, война совсем другого плана идет. Полностью тактика изменилась, штурмовых действий тактика, количество, самое главное, разнотипных дронов колоссально изменилось. Плюс в Мариуполе у группировки практически, ну, украинской уже не оставалось ни дронов, ни артиллерии на тот момент. А сейчас после этого им была поставлена куча самого разного натовского вооружения, разных систем управления боем, систем наблюдения за полем боя. То есть сейчас противник контролирует в глубину там 16-20 километров. То есть даже просто до передовой добраться это уже проблема реальная. Не говоря о том, что там находиться. Ну, для примера, Сомали. И тогда, когда я их снимал, они штурмовали с гранатами. Вот помните, они гранаты закидывают. Сейчас они штурмуют с ТМ-ками, для понимания. То есть сейчас в здание к противнику закидывается ТМ-ка. Соответственно, ну, можно прикинуть. То есть у тебя есть 3 минуты, 3 секунды, чтобы смотаться. ТМ-ка. Ну, ТМ-ка, знаете, ну, танковая, противотанковая мина. То есть, соответственно, она 12 килограмм весит. Тебе нужно гораздо ближе подойти к противнику. И гораздо меньше шансов потом убежать. А вот скажите, этот фильм где-то уже вы показывали? Ну, мы показывали его в рамках вот так вот фестиваля из-за крутых показов. Кто-то говорит, ну, слишком тяжелый фильм, такое не нужно показывать обществу. Другие говорят, нужно. То есть, разное. Сопереживают бойцам. Самое главное, что люди видят обычных, таких же, как они, людей, ну, только в других условиях. И, в принципе, это всегда интересно людям понять, как выглядит война. Потому что, ну, на себя прикидывают что может быть. Ну, может быть, они даже и не задумывались раньше об этом, но они, наконец, увидели, как выглядит война. Ну, хотя бы, как она, потому что это практически невозможно передать. Документальных фильмов, снятых в зоне боевых действий, очень мало. На порядок меньше, чем снималось. Ну, даже не в фильмах надо мерить, а в количестве качественного видеоряда отснятого в зоне боевых действий. То есть, к сожалению, в России эти знания утеряны. То есть, там получилось, как, что у нас была колоссальная школа, ну, сильная школа кинохроники, как у нас, так и у немцев. Ну, и была особенность такая, что у немцев, ну, фашистской Германии, да, что у нас существовал некий такой триумвират. то есть, идеологическая составляющая, ну, партия и правительство, у нас КПСС, ну, коммунисты у них, НСДАП, потом специалисты от киноиндустрии, ну, операторы топовые, топовые режиссеры и военные. И причем, что у них, что у нас было сделано так, что, ну, военные предоставляли беспрепятственный доступ, предоставляли там снаряжение тех, ну, собственно говоря, материальное обеспечение, самолеты, там, для доставки материала в тыл. Но саму идеологическую составляющую по съемкам, что снимать, когда снимать, как снимать, они получали от другой структуры. Ну, вот, существовало политуправление РКК, существовал главкинохроники, да, и они двойного управления, по сути дела, то есть все наши тогда военные кинооператоры, они были мобилизованными, они носили военную форму, звания лунские имели, но задачи на съемку они получали не от военных, а от идеологической составляющей, поэтому снимали три типа материалов, то есть для Союзкиножурнала, для документальной кинохроники и для так называемой летописи, то есть они просто снимали, понимая, что это будет иметь колоссальное значение в будущем, тогда и у партий, и правительства, и у военных было это понимание, сейчас нет, то есть сейчас это все зарубили, закрыли, Россия здесь не исключение, если вот изучать опыт Первой мировой войны, Второй мировой войны, немцы почему так сделали, потому что они учли опыт Первой мировой войны, когда союзники переиграли, то есть они считают, что Первую мировую войну они проиграли из-за того, что недолжным усилием приложили к пропаганде, да, соответственно, они перед Второй мировой войной, они полностью пересмотрели свой подход, и усилия фашистской Германии были в этом области беспрецедентны на тот момент, да, то есть они по сути дела к 43-му году у них был создан род войск, пропагандистский род войск даже, да, то есть, например, у эсэсовских подразделений внутри них был целый полк, пропагандистский полк Курт Эггер, ну, это такой их не военкор, так скажем, писатель, погиб там под Харьковом, они его именем назвали, то есть целый полк, две с половиной тысячи пропагандистов, условно говоря, то есть и они работали как на противника, ну, на военных, на гражданских, на свою, ну, как на тыл и на своих военных, то есть у них четыре уровня воздействия, да, и вот мы просто привыкли так думать, вот там в начале войны сдались миллионы бойцов Красной Армии, ну, и принято считать, что они сдались из-за того, что там Жуков и наши командования были мясники, Сталин был там, уничтожил перед войной всю армию, а вермахт был сильнейшая армия, то есть у них были танки, там у нас, ну, то есть, как бы, но одна из причин, почему сдавалось очень много наших солдат, это было воздействие как раз пропагандистских род, у них были в каждом дивизии, там пропагандистский род, то есть, они, да, то есть, они впервые тогда, так получилось, что впереди армии двигалась пропаганда, ну, тогда воздействие просто было, ну, вот как радиопередатчики могут передать, как могут докричаться в мегафон и на ту дистанцию, куда можно запустить арт-снаряд с листовками или воздушный шар с листовками, то есть, как бы пропаганда двигалась впереди войска, ну, максимум, там, ну, я не знаю, коротковолновые передатчики, может, и далеко передавали, но в любом случае воздействие было ограниченным, но оно было, до этого такого не оказывалось, то сейчас под воздействием противника находится все население России, вот, и как бы ничего, ну, с этим не поделается, нужно очень сильного качества материалы, чтобы людям, ну, короче, тут фильмы нужны, конечно, чем больше, тем лучше, единственный шанс, потому что именно там решается судьба народа России, на Донбассе, на востоке Украины, и люди должны понимать, что происходит, иначе это плохо кончится. День дачника отметили на этой неделе в России для многих, в том числе жителей Алтайского края, дача сейчас это место, где собирается на отдых вся семья, но все чаще шесть соток еще и возможность подзаработать на излишках урожая, далее подробнее. Этот участок в садоводстве Янтарная под Новоалтайском никогда не пустует. Теперь сюда приезжают четыре поколения семьи Злобиных. Усилиями старших рассказывает самый зрелый член семьи Галина Степановна. Здесь когда-то появились грядки и клумбы. Она уверена, на даче должно быть красиво. Чем сложнее за розой ухаживать, чем за лилией, например? Ну, розы, они даже замерзают зимой. Приходится покупать. А вот как спасаете розочки? Ну вот, высадили, сейчас спасаем. Ухаживать за дачной красотой, так же, как и за овощами, сложно, признаются хозяева. Чтобы снизить нагрузки, а урожай, например, картофеля увеличить, землю не копают, а отсыпают сверху и мультируют с удобрениями и обычной золой. В теплых грядках выращивают помидоры, огурцы, капусту и другое. А ягоду собирать особенно любят молодое поколение семьи. Излишки продают. В этом году родилась ирга, и малина. Хозяева рассказали, что свой участок любят, но дача – это сейчас удовольствие не из дешевых. Членские взносы за содержание участка в садоводстве и коммуналка обходятся в среднем в 10 тысяч рублей за сезон. Каждый собственник платит за это. В это у нас тут входит, получается, что? Вода, а свет нет, да? Почему? Свет. Ну, в среднем вода, а свет. Свет платится тоже отдельно, конечно. Ну, тоже, ну, затратно, конечно, затратно, но куда деваться? Нравится, если людям. Всем хочется потом в любом случае летом где-то отдохнуть, приехать после зимы, осени нашей холодной весны и просто отдыхать и наслаждаться летом. Из наслаждений для детей – бассейн. Руками прадедушки семейства, брата Галины Степановны, сделаны эти качели. Мужчины на даче занимаются ремонтными и строительными работами по мере необходимости. Дом отапливается печкой, здесь тепло даже зимой. Если покупать дачу, то нужно быть готовым потратить все свои силы, все свои нервы на вложения туда, куда ты проведешь, потом свою семью. Для тебя будет комфортно и хорошо. Не все готовы тратить время, свободное время, после работы время, отпуск время. Люди многие уезжают. У нас в городе не всегда есть где выйти, чтобы по травке попрыгать, побегать. Да. Альтернатива городским паркам. Свой собственный парк такой. Да, да, да. Как считают хозяева дачи, все затраты и моральные, физические и финансовые оправдываются результатом. Дача сегодня для них остается местом единения четырех поколений семьи. И это главная причина иметь свой уголок для отдыха. Дарья Ярошина, Дмитрий Денисов. День с толком. Многие жители края эти выходные проведут на даче. Чтобы в такое пекло отдых не обернулся трагедией, спасатели дают несколько советов по соблюдению правил пожарной безопасности. На участке важно иметь средства тушения пожара, бочки с водой и инвентарь, которые помогут ликвидировать небольшое возгорание. Необходимо проводить уборку на участке, убирать сухую траву и мусор, хранить горючие жидкости в хорошо закрытой таре. Проверьте исправность электрооборудования, газовых баллонов и печей. Кроме того, не забывайте, что зачастую спецтехника не может проехать к месту пожара из-за мусора или покосившегося забора. Следите за тем, чтобы проезд для автомобиля всегда был свободен. При пожаре счет идет на минуту. И от того, как быстро приедет пожарный автомобиль, может зависеть чья-то жизнь. Помните, при обнаружении возгорания важно немедленно сообщить пожарную охрану по телефону 101, а также по единому номеру экстренных служб 112. Напомню, воздух в регионе уже прогрелся выше 30 градусов. Стоит ли после ливня ждать урожая грибов и много ли их сейчас в лесах края? С этим вопросом наша съемочная группа отправилась на этой неделе в Первомайский район. Арсений Никитин грибник с 13-летним стажем. Тихой охотой он зарабатывает на жизнь. Говорит, в прошлом сезоне, например, за один выход в лес удавалось собирать до 250 килограммов белого гриба. В прошлом году и в позапрошлом очень много грибов было. Думаю, в этом году все-таки будет отдыхать природа. С учетом того, что сейчас у нас конец июля, грибов сильно нет, только первые начались. Поэтому урожайность в этом сезоне, по прогнозам бывалых, будет примерно вдвое меньше прошлогодней. Дождей было много, но от них пока плодятся только лесные кровососы. Их столько, что невозможно спокойно стоять на месте. А вот грибам еще нужно тепло, особенно теплые ночи, чтобы грибница, как говорят, напарилась. Но и сейчас можно попытать удачу. Сейчас лисички в этом году полезли в районе Балатин. Прямо рядом с Балатинами. То есть, видимо, что тепло все равно идет от воды, от всего остального лисичек. Там на самом деле много. То есть, пока в сосновом бару сильно не находишь. Белый гриб вот в данный момент сейчас в Заринском районе, по Заринскому направлению появился, в Троиском появился, вот здесь появился, в Первомайском районе, в Волчихо полез. Еще можно отыскать сыроежки, грузди. Как правило, грибные места остаются прежними из года в год. Кстати, урожай прошлых лет заразил жителей края грибной лихорадкой, говорит Арсений. В лес вышло очень много новичков. Даже появилась идея создать небольшой туристический кластер. И там, как на учебном полигоне, рассказывать, где искать грибы, какие можно собирать, а какие нельзя, в тематических группах на такие услуги уже есть спрос. В группах подсказывают, и немало людей с собой берет. То есть, как бы, ну, там договариваются, может, за какую-то плату, там, за бензин. Вот мы периодически с собой людей просят, соберем, ну, ради бога, на бензин скидываемся, поедем, показываем, объясняем. Конечно, печально бывает, когда потом приезжаешь через три дня, а там большая толпа этого человека вместе с родственниками, с друзьями уже все собирают. Ну, куда деваться. Лучше так, чем человек найдет там бледную поганку, пожарит и не позвонит тебе, ничего не скажет после этого. С прогнозами на осень грибники пока тоже осторожны. Если в сентябре придут заморозки, то опять можно не ждать. Но пока синоптики радуют с сегодняшнего дня и до конца недели на Алтае до плюс 33, так что можно готовить корзины. Николай Потешкин, Андрей Печоркин. День с толком. У меня там все новости о наболевшем, а также каких-то интересных новостях можете рассказывать нам по телефону редакции 205-545 через несколько секунд о погоде. Мира и добра всем. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok